Я тоже рада приветствовать всех. Я надеюсь, и презентацию тоже видно. Ну и отлично. Тогда мы начнем сегодняшнюю встречу. Тема у нас встречи сегодняшней – как создавать мультимедиа книги и флипбуки. Говорим о необычном цифровом формате, о возможности создания электронной книги, которая максимально напоминает книгу обычную, бумажную. То есть по-другому эти книги называются флипбуки. От английского флип – поворачивать, перелистывать. Эти книги максимально похожи, повторюсь, уже на бумажные. То есть в них присутствует эффект перелистывания страниц, шелест страниц иногда даже есть. Дополнительно некоторые сервисы предлагают возможности насытить флипбуки еще дополнительно каким-нибудь интерактивным контентом. Например, гиперссылки туда вставить, слайд-шоу, добавить фото, видео, может быть даже игры и какие-то встраиваемые объекты. И тогда мы будем уже говорить не просто о флипбуках, а о целых мультимедийных книгах. Вот об этих необычных сервисах мы сегодня и поговорим. Как всегда будет много инструментов, много ссылок, много слайдов. Ну, давайте начнем. Расположила я все инструменты по порядку от менее функциональных к более функциональным, от более простых к более сложным. Ну, а дальше вы уже сами определяете под свои задачи, какой вариант вам больше нравится, какой сервис стоит взять на вооружение. А в чате я, как всегда, оставляю ссылки. Правильно, презентация не меняется, потому что я ее еще не перелистнула. И начнем мы с сервиса, который называется Коломео. Наверняка вы о нем слышали, наверняка многие даже в нем и работают, и знают о его существовании. Я, как всегда, перед вебинаром провела инспекцию всех инструментов, рассказываю об изменениях, которые появились в этом сервисе. У него есть бесплатный тариф, это плюс, и у него есть русификация. То есть он переведен на русский язык, и поэтому работать с ним достаточно просто. В чем суть этого инструмента? Для того, чтобы создать флипбук, от вас потребуется документ в формате ПТФ либо презентация в формате ППТИ. Мы загружаем наш файл внутрь системы и немножко настраиваем его. Вот сейчас на слайде как раз пример окошечка для настраивания. Настройки здесь очень простые. Нам нужно придумать название публикации, описание дать, что это такое, выбрать режим просмотра. Здесь, как видите, есть разные режимы. Есть автоматический, но он такой не очень популярный. Есть публикация, вот это как раз наш флипбук, листание со страничками. Есть возможность пролистывания, как лента получается на просмотре, ну и слайдами, как презентация. Для чего можно его использовать, этот сервис? Можно размещать любые ваши публикации, которые вы создаете, методические разработки, какие-то тексты. Многие библиотекари размещают здесь свои виртуальные выставки в формате презентации. Получается такая выставка-книга. И так удобно читателям предлагать, на сайтах размещать, потому что готовый продукт вы можете встроить и на сайт, и в блок без ограничений. Что касается ограничений в бесплатном тарифе. Здесь выдается 15 гигабайт свободного места для публикаций. Вы можете в рамках этих 15 гигабайт создавать неограниченное число публикаций до 500 страниц в каждой. Ну, каждая должна весить примерно около 100 мегабайт, не больше. Ну, как правило, вот такими большими файлами очень редко когда работаем, поэтому, в общем, очень хороший, очень благожелательный тариф. И то, что на русском языке, это дополнительный плюс. Более того, если у вас внутри документа встроены какие-то гиперссылки, то они будут активными. То есть на них можно нажимать и по ним переходить. Это тоже очень удобно. Дополнительная опция. Все публикации, которые вы размещаете в Коломео, можно добавить на вот такую импровизированную книжную полку. К сожалению, их нельзя рассортировать, то есть что на полку, а что не на полку. Здесь автоматом все, что вы здесь сохраняете, все можно вот в таком книжном шкафу сохранить. На этот книжный шкаф тоже дается ссылка и код, и можно вот в таком виде, как у меня на слайде, встраивать это к себе на сайт. Например, создать такую библиотечку методических публикаций или библиотечку виртуальных выставок. У меня сейчас на экране библиотечка презентации. Это был конкурс-презентация у нас в библиотеке. И вот все творческие работы собрали на такую полочку. Удобно их просматривать. В общем и целом, очень хороший инструмент для начинающих. То, что надо. Давайте посмотрим еще несколько вариантов. Во мной, практически во всех сервисах, о которых я буду говорить, обязательно регистрация. Регистрация стандартная, то есть потребуется адрес электронной почты, пароль, ну и имя или никнейм, который вы себе выберете. Но есть один сервис, вот этот, называется он Flipbook PDF, который позволяет создавать электронные книги даже без регистрации. Как только мы оказываемся на странице этого сайта, одна единственная кнопка. Выберите файл и рядом кнопочка «Конверт». Конвертировать. Ну, из названия PDF понятно, что этот сайт обрабатывает тоже PDF-документы. И на их основе создает разные электронные публикации в режиме Flipbook. Регистрироваться не нужно, пара кликов, и вы уже загрузили свою публикацию. Минус. Сюда можно загружать небольшие документы до 40 страниц. Здесь нет личного кабинета, поэтому публикации будут храниться неограниченное количество времени. Если в течение месяца эту публикацию никто не просматривал, даже вы как автор, туда не заходили, то, к сожалению, она стирается. Но этот вариант подходит, если нужно что-то очень быстро опубликовать, распространить на какой-то короткий срок. Либо другой вариант – каждый месяц заходить и навещать свою публикацию на сайте, и тогда с ней ничего не случится. Итак, после того, как мы ее загрузили, какие настройки здесь предполагаются? Я тут немножечко подписала, чтобы было понятнее. Это окошечко с настройками. Стандартное, как у Коломео, название и описание. Можно выбрать «Управление просмотром» тоже в нескольких вариантах. Слева направо, справа налево. Это называется «Направление». Можно добавить звук или вообще его отключить, если вам не нужен шелест страниц. Добавить кнопку для скачивания. Вот Коломео, например, не разрешает скачивать публикации. Здесь пользователи могут скачать, но только до 15 страниц. То есть не всю книжку, допустим, а только 15 страниц из этой книги. Дальше. Можно выбрать формат публикации. Здесь автоматически сервис определяет, что вы загрузили. В данном случае он определил, что это портрет, то есть вертикальная публикация. Ссылочку я вам в чат отправила на нее. Но вы можете самостоятельно, вручную как-то переделать. Здесь есть горизонтальные публикации, квадратные и так далее. Выбираем из выпадающего списка. Можно выбрать фон. У Коломео стандартный серо-черный. Здесь можно красивое что-то выбрать. Сделать даже его более-менее прозрачным. Ну и самое главное, что с гиперссылками. Если в документе они есть, то они станут неактивными. Но их можно добавить вручную. Для этого есть кнопка. Она внизу, с правой стороны, с левой стороны. Называется Add Link Area. Добавить область ссылок. Если она нам не нужна, гиперссылки, мы сразу внизу получаем кнопочки со ссылкой и с кодом. То есть буквально два клика и все готово. Но если мы хотим добавлять гиперссылки, то нажимаем на соответствующую кнопку и идем дальше. Вот наш документ загруженный. Мышкой в нем мы выделяем область гиперссылок. Это может быть слово. Но в данном случае я имя, фамилию ученого выделила. И сделала это гиперссылкой. Можно выделить фотографию, можно вообще полстраницы выделить, можно абзац, можно предложение, в общем, как захотите. Выделяем мышкой. А дальше выбираем в разделе Action способ гиперссылки, на что она будет ссылаться. Есть ссылка на веб-сайт, но это стандартно, на другой веб-ресурс переходим. Либо можно сослаться на другую страницу в этом же документе. То есть это будет внутренняя навигация. Например, у вас на первой странице идет оглавление. Ну, какую-то вы загрузили свою публикацию из нескольких глав, и в начале оглавление. Так вот, название глав вы можете сделать интерактивными ссылками на внутренность документа. То есть, допустим, например, у вас глава первая начинается с пятой страницы, и вы делаете ссылку внутреннюю на пятую страницу. Проставляете просто номер странички, сохраняем, естественно, для этого кнопочка есть, предпросмотр, а потом и Save нажимаем, и переходим к следующей. Количество гиперссылок здесь вообще никак не ограничено. Вы можете практически любое слово сделать гиперссылкой. Не только слово, но и картинки тоже. На них можно нажимать, по ним можно переходить. В целом, весьма неплохой инструмент подходит для создания своих публикаций. Можно рекомендовать его, например, школьникам, детям, которые не хотят регистрироваться, но хотят что-то создать, свою исследовательскую работу, например, опубликовать интересную. То вот можно порекомендовать очень быстро и просто здесь работает. Ну, вот в целом такой инструмент об ограничениях я уже рассказала по ходу. Ну, нам же нужно более красиво, еще более эффектно. Давайте посмотрим на эффектность. Сервис AnyFlip. Очень хороший сервис, который очень хороший бесплатный тариф предлагает. Ну, практически как Коломео. Неограниченное количество публикаций. 150 загрузок в месяц можно добавлять, то есть по 150 документов создавать здесь. Дается 100 гигабайт для хранения вот этих созданных книжек-листалок. То есть грузить нам, не перегрузить. Огромное количество возможностей. Что еще? Почти все возможности здесь предоставляются на бесплатной основе. Здесь ограничения только по гигабайтам и по количеству загрузок. А все остальное, все остальные в основном опции, они бесплатные. Здесь их очень много. Минус в том, что, конечно, здесь английский язык, он немножко затрудняет. У меня на каждый сервис есть обучалка. Там я поподробнее обо всех опциях рассказываю. Но здесь хотелось бы остановиться на некоторых. Во-первых, это включение шелеста страниц. И можно дополнительно еще добавить музыка в качестве фона. Музыкальное сопровождение вместе с шелестом. Это все добавляется, музыка загружается с компьютера. Дальше. Еще здесь есть возможность, как вы видите, создать красочный фон. Можно выбрать из библиотеки. Можно свою картинку загрузить. Более того, этот фон можно сделать анимированным. Давайте я вам покажу, как это работает. Вот моя публикация. Там у меня анимация, которая называется «Солнечные лучики». Если по ссылке перейдете, там стандартный синий фон, который я взяла из библиотеки. И плюс по нему еще так слегка гуляют солнечные лучи. Там есть плывущие облачка, дождик, какие-то метеоры, падающие кометы и так далее. Есть даже воздушные шарики для детских книжек, наверное, подходят. Но это дополнительная анимация к фону, чтобы сделать книгу более эффектной для просмотра. Поэтому мимо не проходим. Обязательно обращаем на это внимание. К сожалению, гиперссылки этот сервис не поддерживает. При всех его плюсах это просто флипбук. Хотя и очень красиво оформленный. Здесь только тексты и картинки. Интерактивно проявляется только в анимации и в перелистывании. Что еще представляет этот сервис? Он предлагает книжный шкаф, как Коломел. Здесь можно уже отсортировать публикации. Здесь есть возможность создавать папки. И вот на какую-то папку создать вот такой книжный шкафчик. И там все красиво по полочкам разложить. Он будет выглядеть примерно вот так, как у меня на слайде. Ну, количество полочек регулируется. Можно больше, можно меньше. В целом хороший инструмент, такой основательный, очень подробный. Там можно очень все подробно прорисовать. Каждую кнопочку, каждую циферку, каждое название, шрифт, цвет и все такое. Так что здесь очень основательно подошли к этому сервису. Очень похожий на него. Называется Freebook HTML5. Так, скажем. Это похожий инструмент. Я сейчас вам дам ссылку на книжку, которую я в нем создавала. И вы убедитесь, что они в чем-то похожи. Различия тоже присутствуют. Так, сначала ссылочка. Ну, теперь рассказываю, чем он хорош. Точно так же здесь в Freebook'е создаются на основе PDF-файлов. Пока мы пошли по PDF-файлам. В бесплатном аккаунте можно загружать до 5 публикаций в день. Внутри книжки до 500 страниц. Дается 20 гигабайт свободного места. В общем, тоже неплохой тариф. Вполне себе напоминает чем-то Коломео по ограничениям. Теперь смотрим по возможностям. Обратите, пожалуйста, внимание, что интерфейс примерно похожий с предыдущим сервисом. Я думаю, уж не одни создатели его делали. Потому что даже библиотека фонов у них очень похожая. Вот те же самые солнечные лучики у меня сейчас на экране. Правда, с плывущими облачками. То есть здесь примерно такие же возможности. В разделе «Темплейт» мы можем выбрать шаблон нашей книги. Там, кстати, можно выбрать и способ листания этой книжки готовой. Ну, в данном случае у меня сейчас как раз вкладка открыта для того, чтобы установить направление. Направлений там несколько. Можно листать слева направо, справа налево, по горизонтали, по вертикали. То есть как угодно. У меня публикация обычная стандартная, как книга. Хотя я и загружала это в формате альбома. Дальше. Можно выбрать цвет фона, залить одним цветом. Либо выбрать фоновое изображение из библиотеки. Можно загрузить свое. Можно анимацию добавить. У меня там облачка должны плыть по этой ссылке, если вы в нее зайдете. И все это делается в разделе «Стайлинг». Вкладка «Mail», «Main». И там вот как раз все основные настройки есть. Дополнительно здесь еще есть хорошая вкладка, которая называется «Gallery». Здесь точно так же нет гиперссылок. То есть это просто флипбук, но зато есть галерея. Что она предлагает? В галерею мы можем загрузить видео и фото. И тогда у нас получится «Видеогалерея» и «Фотогалерея». Это дополнительно можно прикрепить к книге, как такая вот добавка. А вот еще. Ну, например, вот у меня публикация по Шукшину. Я дополнительно в «Видеогалерею» добавила два видеоролика. Один – это аудиокнига в формате «Видео сделанный». И второй – мультик по этой повести, по этому рассказу. Как это все добавляется? Добавляется, как вы понимаете, через ссылку на YouTube. То есть находим на YouTube нужные видеоролики, заходим в раздел «Видеогалерея», добавляем ссылки, и они вот так у нас появляются. Если вы по ссылочке перейдете, которую я вам в чат отправила, там внизу будет две кнопочки «Фото» и «Видеогалерея». Можно по ним пощелкать и посмотреть, как это на самом деле работает. То же самое касается «Фотогалереи». Загружаем с компьютера изображение. Можно настроить автопросмотр, чтобы они как слайд-шоу листались. Ну, допустим, с интервалом в 5 секунд. Можно, кстати, другой интервал выставить. А можно просто сделать… У меня обычная галерея без автопросмотра. Просто щелкаем по фотографиям и смотрим то, что нравится. Вот таким образом книгу вы можете дополнить, например, ну, как я сделала, как вариант, фотографиями автора. Что еще? Добавить экранизацию по книге, аудиокнигу. То есть дополнительно прикрепить еще мультимедийный контент. В таком виде это существует. Ну, естественно, когда у нас все будет закончено, мы получаем ссылку и код. Мы можем делиться этой книгой со всеми нашими пользователями. И шкафчик, само собой. Шкафчик здесь тоже присутствует, какой они. Флип, видите, шкаф один в один такой же. Тоже разделяем наши книги по папкам. И вот на одну папку придумываем шкаф вот такой. Можно его размещать на сайте и блоге точно так же, как и отдельную книгу. Еще один чудо-сервис. Называется он Хайзин. Ну, может быть, я немножко его неправильно произношу. Ну, так мне нравится. Уж простите. Ссылочка вот она, пожалуйста. Я сегодня хвастаюсь своими работами. Поэтому вот в таком формате будем работать. Поэтому такая у меня кривическая пошла направленность. Это тоже сервис для работы с ПТФ-файлами, куда мы загружаем документ. И он делает этот сервис на основе документа флипбук. У Хайзина более такое жесткое ограничение. Здесь можно 5 бесплатных флипбуков сделать. Но очень красивые. По ссылочке зайдите, посмотрите. Там еще фоновая музыка должна играть. Если она вам не нравится, ее можно отключить. Там есть кнопка для этого. Но вообще сейчас у меня на слайде все возможности. Итак, после того, как мы загружаем нашу публикацию, мы вот по вкладочкам начинаем гулять и заполнять. Название публикации. Дальше. Эффекты страниц. Там можно подключить шелест, можно отключить, можно сделать закругленные уголки страниц. Там еще много-много всяких интересных эффектов. Слева направо, справа налево. Можно пролистывать как ленту. Сделать так. Можно как слайды презентации листать. То есть выбираем там любой формат. Ну, естественно, как книгу тоже. Дальше. Но мне книга почему-то все равно больше всего нравится. Дальше. Фон. Фон выбираем из библиотеки. Там небольшой, кстати, выбор. Я загрузила свою картинку. Анимации фона тут нет. Но этот фон можно сделать поярче и попрозрачнее. Поэкспериментировать немножко с этим. Дальше. Вкладка Controls. Это вкладка с управлением, где вы можете настроить кнопочки. Какие нужны вам кнопки, такие подключить. Например, кнопка увеличения страниц. Кнопка вперед-назад. Это нужные кнопки. Мы их подключаем. А все остальные, может быть, вам и не нужны. Поэтому их можно отключить. Дальше. Ну, это уже пошли поле подробной настройки. Погинация страниц. То есть нумерация. Нужны вам номера, не нужны. И все, что связано со страницами, это в этом разделе. Ну, и фоновую музыку. Я с компьютера ее закачала. Вот так получилось. Это основная опция. Пошли к добавочным опциям. Они в разделе Interactions. Interactions. Это интерактив. Здесь все добавляется вручную. Как это работает? Нажимаем на кнопку. Здесь пять кнопок. Link, гиперссылка, имидж, изображение, видео, аудио и встраиваемый объект. Он же веб. Например, мы решили добавить гиперссылку. Щелкаем по кнопке «Гиперссылка». И дальше на нашей книге в любом свободном месте, а можно и не в свободном, в общем, где нам захочется, выделяем область. Ну, вот в данном случае, например, я сделала скриншот с видео. Вот я захотела видеоролик вставить. Я нажала на кнопку «Видео». У меня там было пустое место внизу страницы. Я специально его оставила. Вот. Я щелкнула. Открылось окошко. Я вставила туда ссылку на YouTube. Вот это окно, уже заполненное с видеороликом. Я могу за уголки растянуть его, сделать побольше, поменьше, как мне захочется. И, чтобы сохранить, нажимаю на кнопку «Stop Edition». Все. Редакция закончена. Все готово. Точно так же я действую в качестве гиперссылок, например. Тоже выделяю слово, текст, предложение, как захочу, может быть, картинку. Появляется окошечко. Вставляю гиперссылку. И нажимаю «Закончить редакцию». Вот так насыщаем интерактивом. Видео по ссылке из YouTube добавляется. Аудио с компьютера загружается. Ну и картинки, естественно, тоже с компьютера. Получается очень красивое. Вы уже подтвердили, что вам понравилось. Ну, видите, вот такие можно красивые публикации делать. Жалко, что мало. Пять только флипбуков. Но для каких-то интересных работ можно поэкспериментировать. Так, давайте теперь посмотрим еще несколько сервисов, которые позволяют не только PTF-файлы сохранять, но которые могут создавать электронные книги с нуля. То есть вам даются чистые странички, и вы прямо в сервисе начинаете собирать книгу. Из текстов, картинок, может быть, какого-то интерактива и тому подобных вещей. Букимон. Этот сервис давно существует, он абсолютно бесплатный. Вообще, это сервис для печатания книг. Такая домашняя типография, по сути. То есть как он работает. Пользователи создают там свои книги. Книги можно создавать двух видов. Вот у меня сейчас на экране как раз две вариации. С левой стороны Create from files. Это создание книги на PTF-файле. Вот как было все до этого. Второй вариант Create from book template. А вот здесь уже с нуля. Второй вариант. Ну вот я вторую ссылку про полярную сову вам сейчас бросила. Это как раз создано на основе с нуля. Второй вариант. Первый тоже могу отправить ссылку. Они немножко длинные здесь получаются, потому что кириллицы написаны. Не успела я их сократить. Но надеюсь, они откроются. Это библиографический указатель, который я просто для примера закачала, чтобы вы посмотрели. Про первый вариант, про PDF-файлы, особенно тут рассказывать нечего. Он очень-очень простой. Берете PDF-файл, загружаете. Максимум, что здесь предлагается, это добавить обложку. Там на обложке мы пишем название, имя автора, что еще. Ну и все, пожалуй. Можно выбрать название сверху, название снизу и так далее. После этого получаем готовую книгу, можно делиться. Вот это все очень просто. Давайте посмотрим на другой вариант. Он более интересный. Во-первых, нам сервис представляет очень много красивых шаблонов. То есть это уже шаблоны книг, где уже какие-то вставлены картинки, какие-то рамочки добавлены. То есть здесь они рассортированы по тематике. Ну, например, Children для детей книжка. Storybook – это что-то для приключений. Здесь есть фамильное древо, Family. Есть история семей, Family History. Есть биография, можно календарь сделать, какую-то годовщину, ну, здесь вот свадьба в частности. Праздничную книгу, Holiday. Это еще не все, их тоже можно еще дальше вниз листать. Про биографию писателя, например, рассказать. Можно даже про животных или про кулинарию. Тут есть книга с рецептами. В общем, выбираем по тематике, что нам ближе, и начинаем работать внутри шаблона. Можно, конечно, и с нуля просто пустые странички. Но с шаблоном, наверное, интереснее и проще. Я вот полярную сову сделала на основе шаблона. По-моему, я взяла Storybook. Я его видоизменила до неузнаваемости. Вот. Выбираем и начинаем работать. Конструктор. Конструктор здесь очень подробный. Вот так он выглядит. Внизу раскатровка – это развороты страниц. Первая страница – это обложка. Вот сейчас она у меня открыта. То есть вот в шаблоне уже внутри рамочка присутствует, и нам даже есть подсказки, где писать название, а где писать автора. Просто стираем текст, вписываем свой, а в рамочку начинаем добавлять свои картинки. Что касается библиотеки. Внутрь книжки можно добавить картинки, рамочки и фоны. Для этого здесь есть так называемая BM Library. Она вот чуть ниже. Желтым сердечком. Это библиотека ClipArt. Это разные картинки. В основном они такие, ну вот как сейчас на слайде. Там солнышко, деревья и так далее. Они здесь рассортированы по названию. Это у меня сейчас открыта Nature, природа. Если сложно с английским, он очень, этот сайт хорошо переводится на русский. Правой клавишей мыши выбираем, щелкаем и выбираем опцию перевести на русский. Он очень корректно все переведет и станет проще. Из библиотеки можно брать любое количество картинок. Они здесь все абсолютно бесплатные. Дальше следующая вкладочка называется Background. Это фоны. Это разные там сценки, море, лес и так далее. Тоже большая очень библиотека всего-всего-всего. Дальше. Ну и Templates позволяет поменять шаблон. Если вам этот разонравился, можно выбрать новенький. Возвращаемся назад и выбираем что-нибудь другое. Вверху есть вкладочка, которая называется My Cloud. А здесь хранится все то, что мы загружаем внутрь сервиса. Сюда можно загрузить любое количество картинок, клип-арта и для оформления книги. Вот они там все будут храниться. Клип-арта в разделе… Ну, просто изображение в разделе клип-арта, фотографии в разделе фотографии. Там их и находим. Каждый элемент просто мышкой переносим на слайды. Увеличиваем, уменьшаем. Вверху есть кнопочки дополнительные, например, для редактирования шрифта. Можно там выбрать цвет, размер, наклон. Ну, как обычно в обычных сервисах. В общем и целом тут очень все хорошо устроено. Придется немножко потратить времени, чтобы разобраться. Но в целом вполне благоприятное впечатление остается об этом сервисе. Вот так. На выходе мы получаем ссылку и код. Код здесь немножко такой необычный, он называется виджет. Это не совсем код, а такое вот окошечко небольшое. Нажимаешь на кнопочку read, прочитать, и открывается книга в полном размере. Чем он может оттолкнуть этот сервис? Он немножко такой навязчивый. Он постоянно будет давать навязчивую рекламу о том, что книгу надо распечатать, выводить расценки. Не поддаемся на эти провокации. Закрываем все эти всплывающие окошки, если они вдруг начнут открываться. И, собственно говоря, создать электронную книгу абсолютно бесплатно. Если уже печатать соберемся, то это уже за деньги. Итак, давайте еще посмотрим варианты. Очень часто просят рассказать о каких-то сервисах, которые для детей разных возрастов. В последнее время мне часто очень приходят вопросы про дошкольников. Я немножко не специализируюсь на дошкольниках, мне ближе чуть постарше дети. Но вот этот сервис, в общем-то, неплохо. Если у вас дошкольники умеют читать, писать, то можно даже его попробовать. Сервис называется Write Reader. Он вообще предназначен для детей. Здесь очень простые книги, вот примерно вот в таком формате. Картинка, текст, картинка, текст. Все очень просто. Кнопок здесь совсем мало. Все переведено на русский язык. И детям даже не нужно регистрироваться в этом сервисе. Зарегистрируется учитель, то есть вы. Либо библиотекарь, например. А дальше вы можете коллективно вместе с классом создавать работы и размещать их на книжной полке. Давай я сразу книжную полку покажу. Вот такая книжная полка. Вот это могут быть работы класса. Как видите, они все такие стандартно оформленные. Но в этом, наверное, и плюс, потому что тут все очень просто. И не нужно тратить время для того, чтобы разобраться, что есть что. Но давайте по порядку. Поговорим сначала о том, что предлагает этот сервис. В бесплатном тарифе можно создать 60 книг на класс. То есть это вполне себе неплохой тариф. Можно попробовать. После того, как мы в нем зарегистрируемся в этом сервисе, у нас автоматом создастся этот самый класс. И мы там становимся ведущими. Добавляем туда учеников. От учеников ничего не надо. Вы самостоятельно вводите их имена, фамилии, составляете список класса. И на каждую фамилию выдается автоматом логин и пароль. Эти карточки с логинами и паролями можно даже распечатать и раздать в классе. И по этим логинам и паролям ученики заходят внутрь класса и начинают работать. Учитель может создать шаблон. То есть создать вот такую примерно книжку, как у меня сейчас на экране, и сделать ее шаблоном. Ученики, когда зайдут в класс, они увидят его и смогут сделать ремикс на его основе. То есть скопировать эту книжку к себе и там ее отредактировать. И получится у вас много-много книг по одному стандарту. Например, можно так сочинение задать, как я провел лето. Сделать шаблон, подписать там в шаблоне, что и как, куда что добавлять, где что писать, и чтобы дети творили по вот такому вот схеме. Либо они могут сделать самостоятельные книги. Не обязательно им подсказки учителя. Вы можете задать тему, но дальше они самостоятельно разберутся. Что здесь из интерактивного? Из интерактивного здесь есть возможность добавлять озвучку, кроме текстов и картинок. Каждую страничку можно озвучить. Для этого подключаем микрофон и начитываем. Там очень простая, всего одна кнопка. Нажимаем ее, рекорд, такая, ну, красная кнопка, мимо не пройдем. Нажимаем на эту кнопку и держим, и говорим текст. Отпускаем, все, текст записан. И тут же в книжку вставился на эту страничку. И так каждую страницу мы можем озвучивать еще дополнительно. У учителя еще больше возможностей. Здесь есть возможность написать комментарий к ученику. Вот я подписала тут кнопочки, чтобы было понятнее. Как это работает? Вы заходите в класс, видите, что ученик создал книгу. Открываете ее. У вас, как у учителя, есть возможность редактировать книги, оставлять к ним комментарии ученические. Вот. Вы можете ее прокомментировать. Нажимаете на значок с облачком речевым. Ну и подписываете свой комментарий. Нажимаете на кнопку «Сохранить». И в следующий раз, когда ученик зайдет в свой аккаунт, он сразу увидит ваш комментарий. В качестве комментария вы можете ему написать, оценку выставить, подсказки какие-то дать, дополнить, расширить и тому подобное. Более того, здесь есть… Здесь сам шаблон страницы состоит из двух частей. Вы можете дописывать ваши комментарии и замечания даже внутрь книги, внутрь самого шаблона. Страничка делится на три части. Картинка, текст ученика и в конце, в самом низу, будет текст учителя. На просмотре его никто не увидит, этот текст учителя. Вот если вы по ссылочке перейдете, где у меня про планеты, там на последних страничках вы в конце увидите пустые места. Вот здесь предполагается комментарий учителя. То есть его может увидеть только ученик и сам учитель. Обычным зрителям он будет не виден, просто будет пустое место. Для чего это нужно? Опять-таки для корректирования, для совместных проектов, там что-то пояснять, дополнять, какую-то дополнительную информацию ученику вбрасывать и тому подобное. Поэтому в целом этот сервис рассчитан на совместную работу в самых разных форматах, в самых разных случаях. Если вы хотите поделиться книгами, ну, например, у вас есть родители, которые очень хотят увидеть, что же вы делаете такое с детьми, то здесь есть такая опция «Читальный зал». Вы можете книги вашего класса, не все, только те, которые вы отметите, сделать к ним общий доступ и родителям отправить ссылку. Ну, вот пример такого читального зала я вам уже показывала. Вот отметили мы сколько-то книг, сделали из них «Читальный зал», они на таких полочках поместились у нас. И вот ссылку на эту полку мы отправляем родителям, чтобы они посмотрели и порадовались. Вот так это работает. Вы, как учитель, сами управляете доступом. Можете открыть доступ к книгам, можете закрыть. Тут ведущая роль ваша. В целом, вполне удобный сервис, очень интересный для совместной деятельности, то, что надо. Ну и простой – это главное. Давайте к более сложным форматам перейдем. Сервис «Стори Джампер». Так, ну давайте про арктический зоопарк. Ссылочку. Сегодня у нас день животных. Так, пожалуйста. Моя книга. Ну давайте еще не мою. Нельзя же так хвастаться. Давайте вот такую. Озвученный вариант. У меня просто книга с картинками, а вот это озвученная книга. В общем и целом, «Стори Джампер» очень напоминает «Райт Ридер». У него тоже есть возможность добавлять тексты, картинки и озвучивать странички. Бесплатно. Здесь ограничений особых нет. Единственное. Если вы заходите на сайт без регистрации, начинаете просматривать книги, сервис вам покажет ровно половину книги. А потом скажут, что нужно зарегистрироваться, чтобы посмотреть остальное. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Просто если вы хотите книгу дочитать до конца, то придется оставить свои контактные данные, завести там аккаунт. Аккаунты в «Стори Джампер» двух типов. Есть обычные читательские. Вы можете просматривать и создавать свои книги. Есть учительские. Учительские более сложные. Там есть возможность создавать классы. Здесь примерно такая же история, как и с предыдущим сервисом. То есть это для совместной работы нужно. Только здесь немножко более сложный вариант. Ученики должны сами зарегистрироваться и добавиться к вам в класс. Выбираем, какой нам больше нравится. Если вы библиотекарь, то, наверное, стандартный подойдет. Но если вы учитель, можно попробовать учительский. Мало ли, вдруг пригодится такая опция. Ну вот сейчас на экране я все подписала по возможностям. Как видите, здесь очень все стандартно. Тексты, изображения, фоны и фотографии. Фотографии есть в поиске внутри самого сервиса. Можно загружать свои картинки через кнопочку «Add your photos». Внизу кнопка для того, чтобы озвучивать. Она называется «Voice». А работает она точно так же. Нажимаем на кнопку, держим, проговариваем текст, отпускаем. Текст сохранился. Все, что мы добавляем, просто мышкой переносим на страничке. Ну и дальше можно немножко подредактировать, за исключением фонов. Фоны не редактируются. Здесь огромнейшая библиотека разных красивых картинок. Они действительно очень яркие, красочные. Здесь вот есть обычные стандартные фотографии, например. А есть такие более мультяшные. Поэтому для детского творчества очень хорошо подходит инструмент. Библиотека, правда, очень большая. Там даже мне все просмотреть не удалось. Есть поиск, который работает. И на русском, и на английском можно искать. Ну и вот так страничка за страничкой мы оформляем. Очень похоже на Bokemon. Тоже внизу развертки страниц. Первая страничка – это обложка. На вторая страничка – это вот как титульный лист у книг. Ну а дальше пошли, начиная со второй страницы. Текст, картинка, картинка, текст. Создаем целые сценки, используя фоны, изображения и так далее. Вот все картинки, которые у меня в книжке, большая часть свята как раз из библиотеки сервиса. И таким образом страничка за страничкой у нас создается. Есть еще кнопки для добавления страницы. Они внизу с плюсиком добавляют, которая с корзинкой, с мусорной удаляет страницу. Ну, в общем, на выходе мы получаем целый альбом. Здесь, как вы видите, такая ориентация горизонтальная. Обложка будет толстая, у нее будет звук перелистывания немножко другой. Ну, а странички будут перелистываться, как обычные странички. Тоже хороший инструмент. Я в обучалке еще подробно рассказала про класс. Там есть несколько таких моментов, нюансов. В общем, если кого-то про класс интересно, в обучалке я подробно постаралась описать, какие там есть возможности для создания книг. Там есть возможность создать книгу групповую, когда вы работаете все вместе над одной книгой. И есть возможность создать книгу по шаблону. То есть вы делаете шаблон, а дальше все дети копируют и делают ремиксы на основе этого шаблона. Так что здесь очень-очень много возможностей тоже для совместной деятельности. Вот этот хороший сервис. Ауабукс. Сервис тоже для создания электронных книг, флипбуков с хорошим мультимедийным содержимым. Он точно так же позволяет загружать и PDF файлы принимает, и с нуля позволяет создавать. Вот сейчас у меня на экране PDF файл. Я загрузила его, и сразу же в этом же окошечке получила ссылку, код на просмотр, и можно тут же им пользоваться. Это очень быстро. А вот я вам ссылочку сейчас в чат отправлю. Это ссылка, когда книга создана с нуля с помощью конструктора. Ауабукс. В отличие от предыдущих сервисов, здесь нет никаких шаблонов. То есть без вариантов мы получаем чистые листы, они квадратные. То есть книжка будет квадратная. Одно время здесь даже картинки, во многих обучалках я встречала такой вариант, что надо обязательно квадратные картинки, иначе они растянутся, будут некрасивые. Сейчас это все стабилизировалось, можно грузить любые картинки. Но тоже такая штучка. Ну и давайте по порядку. Здесь сам конструктор будет напоминать ленту. То есть здесь не будет никакой раскадровки, не будет внизу каких-то миниатюрок. Здесь просто будет такая лента. Пронумерованы страницы, первая, вторая и так далее. Первая страница – это обложка. Ну и дальше, по вашему желанию, вы можете как угодно эти страницы заполнять. В красной рамке я вынесла инструменты для заполнения. Мы можем добавлять текст и внутрь текста вставлять гиперссылки. Второй вариант – мы можем загружать картинки. Это называется Artwork. То есть здесь два формата. Либо текст с какими-то еще объектами, либо просто картинка. Вместе соединить текст и картинку не получится. Они почему-то только раздельно существуют. Зато к тексту можно добавить встраиваемый объект. Например, можно добавить какую-нибудь векторину. Вот я взяла кроссворд, добавила. Я взяла сервис Learning Apps. У меня там был создан когда-то кроссворд. Я взяла код от этого сервиса. Сюда пришла в Aobox. Нажала на кнопочку, которая у меня в красной рамочке сейчас. Source Code. Вот на нее. И вставила в окошечко этот самый код. Нажала «Сохранить». И у меня внутрь книги добавилась интерактивная игра. И можно не только книжку читать, но и поиграть, даже проверить свои знания, например. Это хорошо. Так книжка становится еще более интерактивной. Что плохо? К сожалению, этот сервис с 1 ноября ограничил бесплатный тариф. Изначально этот сервис вообще был абсолютно бесплатный. Его создали на общественных началах, создал писатель для писателей. То есть для людей, которые пишут свои книги, и вот они хотят публиковаться. Но, видимо, большое количество пользователей привело к тому, что сервис монетизировали. Сейчас очень жестко монетизация прошлась по нему. Две книги всего можно создать. Вот я два раза попробовала, и все. И загрустила, что больше нельзя. Но, видимо, либо другой аккаунт создать придется, либо искать альтернативу. Но, в общем, очень даже неплохой, благожелательный сервис. Хорошо, что он существует. Жаль, что в таком ограниченном количестве. Ну, еще к детским сервисам. Book Creator. Тоже очень хороший инструмент. Тоже ориентирован на совместное творчество. У него тоже есть возможность создавать классы. Создавать книги совместно в этих классах. И, в том числе, даже можно одну на всех книгу создать. Я вам две ссылочки отправлю. Первая на книгу, вторая на комиксы. Потому что в этом сервисе можно создавать не только книги, можно создавать книги с комиксами. Как это работает? Здесь есть готовые шаблоны. Сервис постоянно меняется. Это хорошо. Появляются какие-то новые опции. Вот, например, появились красочные шаблоны. С разными фонами. Здесь можно видеть и книга о фотопутешествии, и газета, и блокнот, и книга с рецептами. Это еще не все. Там еще дальше будет. Можно выбрать готовые шаблоны и сразу красиво все оформить. Выбираем прямоугольное, квадратное, либо горизонтальное, либо вертикальное. Выбираем комиксы или стандартная книжка. Красочный шаблон выбираем. Ну и дальше начинаем редактировать. Вот, например, я выбрала вот такой красочный шаблон. Это что-то фантастическое. Естественно, все картинки и все тексты здесь можно менять. Этому стирается, своя картинка загружается. Для этого есть кнопочка с плюсиком. Это основная кнопка. Во вкладке «Медиа» мы получаем полный набор инструментов. Внутрь книжки можно добавить картинки, фото с веб-камеры, если нужно. Можно что-то нарисовать мышкой. Добавить текст и сделать озвучку. То есть включить микрофон и сделать аудиозапись. Следующая вкладка «Shapes». Там формы разные, геометрические стрелочки и тому подобное, дополнительные всякие опции. Ну, давайте посмотрим, как здесь все работает. Ну, я думаю, с текстами, с фотографиями здесь все понятно. Аудиозапись делается так же, как и в предыдущем сервисе. Нажимаем на кнопку, наговариваем текст, сохраняем. А вот что касается рисования. Здесь целый набор художника. Для детей, которые любят рисовать, можно им предложить такой вариант. Самим себе нарисовать книгу. Здесь есть кисточки, маркеры, разные цвета, толщина линий и так далее. Всякие эмоджи, заливки и прочее. В общем, весь инструментарий. Мне в этой связи нравится последняя опция авторисования. Это для неумеющих художников. Как это работает? Выбираем эту опцию, получаем страницу нашей книги, на которой будем рисовать. Ну, и начинаем мышкой вводить и что-то изображать. Я пыталась котика нарисовать. Сервис угадал, кстати. Вот он мне вверху вывел целый ассортимент картинок. Ну, попытался угадать, что я хотела. Ну, котик мне. Я щелкаю по любой картинке, она у меня тут же в книжке появляется. Я ее могу увеличить, уменьшить. Естественно, цвет выбрать не черный, как у меня, а любой другой цвет, какой понравится. Ну, в общем, здесь библиотека уже изображений, созданных дизайнерами. Можем выбрать любое и вставить его внутрь книжки. Ну, как будто бы сами нарисовали. Вот такая вот интересная штучка. Дополнительно, что касается аудиозаписи. Можно не только себя записать, но можно загрузить аудиофайл с компьютера. Такая возможность тоже есть. У меня там песенки, которые я загрузила внутрь книги с компьютера. Очень хорошо все встало. Что касается комиксов. Для комиксов здесь немножко другие форматы. Здесь уже появляются раскатровки. Ну, комикс – это, как правило, несколько картинок на одной страничке. Можно выбрать две, три и больше. Для этого есть вкладка «Раскадровка». И тут же рядышком основные комиксовые штучки. Облачка разные там с говорением, с думанием и просто стикеры, которые что-то обозначают. Все это мышкой добавляются на странице книжки и сохраняются. На выходе получаем ссылку. Сейчас появилась возможность встраивать код. Раньше кода не было. Я долго возилась с этой ссылкой, пытаясь ее в сайт встроить. Сейчас я увидела, что можно взять код. И уже кодом встраивать красиво эту книгу к себе на сайт. Это хорошо. Теперь, что касается совместной работы. Опять-таки, долго рассказывать не буду про совместную работу в общих чертах. Опция, когда вы в одном классе работаете каждый на своей книге, это опция бесплатная. Вы можете приглашать детей. Они регистрируются. Тут нужна тоже регистрация. Вступают в ваш класс. Ну, и внутри класса создают какие-то свои работы. Есть опция работы над одной книгой, но она сейчас ограничена только на 30 дней. Потом, когда она заканчивается, это время заканчивается, все, это уже становится платной опцией. Но в качестве эксперимента ее можно подключить и 30 дней бесплатно протестировать. Вдруг понадобится для каких-то проектов, такая возможность есть. Так что очень его советую. Тоже очень хороший сервис. Здесь он немножко посложнее, но и возможности у него, как вы видите, побольше. И кроме того, что я назвала, есть еще, забыла я про вкладку «мо», самая последняя, больше. Она позволяет добавлять видео с YouTube. Опять-таки, у меня в книжке, там на последней страничке есть видеоролик с YouTube, который я добавила по ссылке. Вот. Ну, а вот так выглядит класс. Тоже такая своеобразная полочка, на которой собираются книжки либо ваши личные, либо книжки класса. Как вы определитесь? Их можно менять местами, какие-то выбирать, удалять и так далее. Значок «Планеты» в углу книжечки означает, что книги открыты для всеобщего доступа. Даже тот, кто не зарегистрирован и не состоит в классе, может их увидеть. Доступ здесь открывается. Еще хочу обратить внимание на надпись вверху «Show Invite Code». Это как раз можно нажать на эту надпись и получить код для приглашения в свой класс для совместной работы. Вот. Так здесь все работает. По количеству книг в одном аккаунте можно создать до 40 книг бесплатно. Ну, и еще один инструмент, которым я сегодня закончу рассказ, это сервис «Утуба». На сегодняшний момент я бы сказала, что это самый функциональный инструмент. Правда, в угоду функциональности здесь нет такой красоты. То есть здесь нет перелистывания страниц. Здесь просто страницы меняются, стрелочка, как слайды презентации. Нет шелеста, нет анимации, нет каких-то красивых фонов. Ну, стандартные белые листы, на которых встроены объекты. Но зато их можно встроить огромное количество. Все абсолютно бесплатно. Это сервис русскоязычный, российский и бесплатный абсолютно. Созданный для учителей, ну и библиотекарь его тоже очень часто используют. Шаблоны. Все здесь работает по шаблонам. Ну, вообще, сервис «Утуба», я о нем часто рассказываю. Он позволяет создавать разные интерактивные форматы, карты, презентации, интерактивное видео, ленты времени, многое-многое, там более 50 форматов. Ну, в частности, новый формат, один из новых – это интерактивная книга. Немножко недоработан этот шаблон. Он взят из англоязычного сервиса, поэтому там частично на русском, частично на английском. Но я перевела через Google Переводчик, и вот слайд сейчас переведенный для того, чтобы показать, что можно вставить на страницу. Это еще не все, это не полный список, там около 30 элементов, которые можно встроить. Встраивать можно, конечно же, тексты, картинки, видео, аудио, аудио с компьютера, видео по ссылке из YouTube или тоже с компьютера, но там ограничение не больше 10 мегабайт. Это вот основной контент. А что еще? Здесь есть возможность добавить диаграммы, коллажи, причем все вот эти элементы, они создаются прямо внутри этой книги. Отдельно ничего не создаем. Выбираем, сразу открывается конструктор. Например, нам нужно какую-то викторину добавить. Давайте покажу. Это викторина с набором вопросов. Question set по-английски, а по-русски будет набор вопросов. То есть на страницу книги добавляем викторину. Открывается вот такой конструктор, название, фоновая картинка для викторины. И дальше начинаем вопросы задавать. Через синюю кнопочку добавить вопрос. Вопросы разные, с множественным выбором. Задание перетащить. Правильный вариант нужно в правильную картинку отправить. Заполнить пропуски, отметь слова, перенесите текст, правда или ложь. Это вот внутри одной викторины можно столько много вопросов разных задавать. Более того, здесь можно добавлять подсказки для участников, советы и отзывы, подписывать обратную связь. Даже есть возможность выставлять оценки. На последнем, у меня вот, например, в моей книге про мусс Древней Греции, там это не предусмотрено, потому что я викторин туда не придумала, как их вставить. На последней странице у меня там просто игра из Learning Apps, встраиваемый объект. А так, если мы создаем викторины внутри удобы, то на последнем слайде, на последней страничке будет список с баллами. Сколько вопросов вы ответили, сколько не ответили, сколько неправильных, правильных и тому подобное. Такая статистика. Это очень удобно для всяких учебных занятий. То есть не просто какую-то презентацию создать, а вот такую в виде книги. Ну, она условная, конечно, но все равно книга. Страницы здесь можно бесконечными делать. Сколько контента захотите, столько и добавляйте. Это более безграничных возможностей. Викторинные игры разные, разнообразные. Презентацию внутрь игры, внутрь книги можно встроить. Интерактивное видео, ленту времени, встраиваемый объект, вот как я сделала, например, из другого сервиса, внутрь сюда вставила. В общем, ну, проще сказать, чего сюда нельзя вставить. Все остальное можно. Я даже не знаю, что еще добавить к этому сервису. Я постаралась максимально подробно описать. Конечно, тут все нюансы не предусмотришь, но и подробная обучалка присутствует. Если вам интересно, заходите, читайте. Там я вот по каждому практически пункту высказываюсь. Можно слайдеры добавлять, там разные карты и тому подобное. Вот. Так что стоит взять на вооружение, тем более, что он российский, пока не монетизирован, и мы надеемся, что этого не произойдет в ближайшем будущем. Так что вот по функционалу он намного лучше, чем все предыдущие. Ну, а по красоте уже нам вам судить, как он вам. Готовую работу можно встроить на страницу сайта и блога. Можно получать статистику. В удобе есть опция со статистикой. И там можно просматривать, сколько у вас игроков поиграло с викторинами, сколько они баллов заработали, сколько было гостей, просмотров и тому подобное. Вот такая история с сервисом Удоба. Вот. Это хорошо, что вам хочется все попробовать. Я, тем более, что в блоге «Роза ветров в север», напомню, что я владелица вот этого блога, это мой личный, и я теперь придумала такой вариант, что я один месяц посвящаю какому-то одному цифровому формату. Вот. Сентябрь у меня был посвящен электронным книгам, и я по всем сервисам, о которых сегодня рассказала, написала подробные обучалки. Они у меня рассыпаны по всей презентации. Вот. По этим ссылочкам можете зайти почитать, если вас что-то заинтересовало. Ну, и в блог тоже заходите. Можно подписываться на рассылки. И дополнительные материалы уже не мои, а не только мои, а вообще по информационным технологиям можно найти в группе ВКонтакте и в канале Телеграм. Кому как удобнее. Там контент абсолютно одинаковый. Вот и все, пожалуй. Сейчас я посмотрю насчет вопросов. Тут один вопросик у меня мигает. Обещали ссылки на сертификат. Ссылки будут сейчас. Вот. Если по существу какие-то вопросы, может быть, что-то осталось непонятным. Но я надеюсь, что в общем и целом я вам ситуацию прояснила, описала сервисы, их возможности. Ну, а дальше, да, спасибо, что подписаны. Я очень это ценю. Каждый понедельник стараюсь с утра делать рассылки. Вот. Ну, на этом тогда будем заканчивать. Мы теперь уже, наверное, не скоро увидимся. Стартует мой учебный курс. Вот, поэтому я буду на нем сейчас занята. Но я думаю, что в следующем году мы обязательно встретимся на новых вебинарах. После Нового года пойдут совершенно новые темы, о которых я еще не говорила ни разу. Так что не пропустите, регистрируйтесь и приходите. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание и до встречи. Так, вопросик еще замелькал. А, много новой информации. Ну, да, я надеюсь, что она была для вас новой. Это хорошо, если она вам в работе пригодится. Вот. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok